Девушки отдыхают Матч между начальниками футбола сборной Англии и дебютантом чемпионата мира сборной Панамы. Что нам сможете сказать по поводу этого матча? Ну, матч был, скажем так, результативный, счет такой 6-1, очень значимый. Ну, на первых минутах игры, как сказал комментатор, как бы играют фавориты с аутсайдерами, да, но команда сборной Панамы, скажем так, не очень развита в футболе, да, но по отношению к сборной Англии, родоначальниками футбола. Но голы были красивые, два пенальти были реализованы, и как бы такие комбинации очень интересные. Ну, как получилось еще у сборной Панамы в конце игры забить такой гол чести, да, вот. На самом деле очень здорово, что у нас в России, да, появилась такая возможность, значимая, да, возможность для нашей страны провести такой чемпионат. И столько гостей, столько зрителей приезжают поболеть, и на самом деле это очень здорово. Касаемо еще этого матча, Харри Кейн оформил в этом матче хет-трик, и вышел вперед в гонке бомбардиров чемпионата мира. Как думаете, кто в этой гонке как раз окажется лучшим? Ну, на мой взгляд, Криштиану Роналду, он как бы может занять лидирующую позицию. Харри Кейн, как бы, тоже хороший игрок, и у него хороший удар. Третий гол, правда, с отскока у него залетел, но все равно, как бы, это, да, считается хет-трик, и пожелаем ему успеха в этом лидерстве. Второй матч вчерашнего игрового дня был между сборными Японии и Сенегала. Пожалуйста, Аня, пару слов. Сенегал показывает очень интересную игру, такую необычную, нестандартное мышление у игроков. Японцы такие непредсказуемые, у них прям понравилась скорость игры. Вот они, во-первых, физически очень развитые футболисты, и именно скорость мышления, то есть нестандартные тоже подходы. Матч такой тоже зрелищный, необычный, скажем так, все боролись до победы, скажем так. Ну, игра получилась такой яркой, насыщенной на моменты, на передачи, на комбинации тоже, как бы, и для сборной Сенегала, как бы, тоже он такой весомый матч оказался. Они заняли, по-моему, лидирующую позицию у нас в группе в этой, вот, и, как бы, будем дальше за ними наблюдать. Матч завершился за счетом 2-2, хотя многие считали явным поводить там Сенегал и думали, что они выиграют. Ожидали ли вы, что матч завершится ничейным результатом? На самом деле я и предполагал, что Сенегал выиграет. Ну, Япония, как говорят, футбол непредсказуем, да, и есть такие команды, которые очень хорошо себя проявляют в игре и оказываются непредсказуемыми, вот, и сборная Японии в том числе. Ну, и последний матч вчерашнего игрового дня, в котором встретились сборная Польши и сборная Колумбии. Что нам скажете? Это вообще был, скажем так, яркий, красивый футбол. Сборная Колумбии показала себя с самой лучшей стороны и полякам просто, ну, как бы не давала шансов. Были там несколько дальних ударов у Ливандовских, ну, как бы они все были нерезультативны, но так, как играла вчера Колумбия, это, как бы, уровень мирового футбола, я считаю. И там и пасы в разрез, и дальние передачи, и, ну, все фавориты этой сборной, они, как бы, играют в топовых европейских клубах, поэтому, как бы, не зря вчера такой матч, и такая игра красивая, и результативность, и такой счет, как бы, получились. Благодаря вот этим топовым игрокам, я считаю. Как думаете, собралась, да, все-таки сборная Колумбия после первой игры, где она проиграла сборной? Безусловно, Польша непростой соперник, и 3-0, это, я считаю, очень значимая победа для них. Как бы, я не думал, что такой возможен будет счет, но, как бы, теперь с большим интересом за ними будем наблюдать и болеть. Касаемо сборной Польши немножко поговорим. Многие называют текущий состав сборной Польши лучшим в ее истории, с подбором прекрасных исполнителей, таких как Роберт Ливандовский, Куб Лачаковский. Как думаете, чего не хватило Польше на этом чемпионате мира, ведь отборочный этап, она прошла очень успешно? Ну, тут, видите, мнений, я думаю, много по этому поводу, но, на мой взгляд, это все-таки, может быть, и лучший состав, но не хватило как-то сыгранности. Вот, тот же Роберт Ливандовский, он в Баварии за счет, все равно за счет своих партнеров по команде, как бы, хорошие результаты показывает. Когда сборная, тут немножко, ну, как бы, ответственность лежит на тренере, на отборе. Тут, ну, сложно сказать однозначно, вот это помешало или это, но я считаю, что... Некачественно подобранный состав, все-таки сыгранность не на должном уровне, вот, может быть, так. Это послужило причиной. Хорошо, я вас понял, Евгений. На ваш взгляд, фаворит текущего чемпионата мира? Какая команда? Ну, я бы выделил сборную Португалии и Испании. Вот, прям, мне удалось вживую посетить их встречу. И, как бы, очень-очень такие команды сильные, очень, ну, скажем так, заряженные на победу. И тоже там, можно сказать, ну, Португалия в меньшей степени, да, там славится звездами, кроме Роналду. Но Испания, там, половина состава, можно сказать, там, Реал и Барселона. Ну, как бы, очень-таки именитые игроки, которые, ну, действительно, топового уровня и показывают очень красивый футбол, который, как бы, очень приятно смотреть. И я считаю их фаворитами данного чемпионата. За счет высокого класса игроков, да, вы думаете, они победят на этом? Ну, вы знаете, и игроков, и очень огромное количество болельщиков приезжает именно из этих стран, как бы, там, вот, когда игра была на стадионе Фиш в Сочи, там, можно сказать, одна половина была испанцы, другая половина португальцы. Россияне сидели, как бы, вот, за воротами, вот, как бы, ну, существенное количество болельщиков, можно так сказать. Сборная Испании за два дня до турнира поменяла главного тренера. Как думаете, скажется ли это в ответственных матчах уже на более поздних статях? Ну, вы знаете, обычно такие замены сказываются, кардинальные, да, вот, тем более за несколько дней. Ну, будем надеяться, что это скажется положительно в их случае. И желаю только им успехов и результативных игр. У них была вторая игра, где они первый тайм прохлаждались так немножко, а потом уже бегали, как положено. Ну, как бы, им, ну, как бы, уверенность у них есть в себе, чрезмерная самоуверенность. Ну, вот, как-то больше серьезности именно перед играми. Просто есть соперники непредсказуемые, такие вот, как команда Иран, там, и вот такие вот команды, которые вроде бы, ну, в мировом футболе не так явно выражены. Но они ведут себя очень непредсказуемо. Спасибо вам большое, Евгений, за визит и очень интересную беседу. Удачи вам в вашем деле. Спасибо большое. А я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был Евгений Коломойцев. На сегодня все осталось на нашем канале и следите за чемпионатом мира по футболу. И, кстати, не забывайте принимать участие в нашем конкурсе на страничке в Инстаграм. Угадывайте результаты матчей и получайте за это призы. Субтитры создавал DimaTorzok